а всем привет с канала примтим и новое рыболовное видео уже и переходим к зимней рыбалке потому что погода уже прям холоднее две недели наверно уже встанет первый лед ну сейчас 20 октября две недели ну да где нибудь уже внутри ладно 15 ноября уже люди будут ходить по льду сумасшедшие обзор переходим уже к зимней тематике и начинаем подробно раскрывать эту тему рыболовные ящики так как мы с кристиной ходим на рыбалку и летнюю зимнюю следовательно у нас есть вся экипировка сегодня у нас на обзоре два ящика один мой один кристины вот такой вот замечательный от компании делиос на 19 литров испытано нагрузкой 210 килограмм от какой до какой температуры рекомендуется использовать ударопрочный морозостойкий пластик ну наклеил на него наклейки не отдирал оригинальную нольфин нольфин фидер концепт даже фидер концепт и нольфин в комплекте что идет ящик крышка все это застыковывается идет ремень одноточечные с перекладиной чтобы носить на плече здесь мягкая эва либо вспененный просто материал чтобы не мерзла пятая точка и сам он одноярусный просто представляет собой закрытое ведро в том году стоимость его составляла порядка 890 рублей ну он так и продается 800-950 в зависимости от наценки магазинов открываем и два простых замка и все больше ничего нет далее встречает нас оборотная сторона крышки здесь у нас четыре отсека которые на двух точках вот таких вот чтобы сложить леску сторожки может быть кому-то какую-то мелочевку сантиметр в рулоне для измерения улова какие-нибудь мелкие вещи но я думаю объяснить не стоит принадлежность этих робочек контейнеров встроенных и внутри нас ожидает пустое ведро большое ведро на 19 литров по сути и все сразу хотелось бы оговорить суть вопроса типа почему не захотеть с рюкзаком можно можно хоть как студенты в патру с пакетом ходить на рыбалку но комфорт это одна вещь и в люксак конечно можно засунуть табуретку но это каждый раз раскладывать все 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 тут ты взял у тебя все лежит тут можно даже нормально скомпоновать чтобы было удобно пришел пробурил достал сел все то есть они замечательно укладываются в сани то есть два ящика и поэтому мне больше всего удобно вот когда все в одном месте без всяких карманов то есть у меня удилки перчатки еще инструменты то есть все это есть так что удобный ящик рекомендую далее идет рыболовный ящик Кристины который мы купили за год до покупки этого я еще ходил со старым советским оцинкованным у нас было блин видос заранее записать но я давно еще продал тогда еще канала не было ну канал был но я не снимал на него видеоролики не суть то есть ящики еще были в советском союзе этот ящик представляет себя уже двух ярусный то есть я не знаю марку потому что мы покупали его с рук у хорошего знакомого это кстати организатор рыболовных войск вася кудинах если смотришь привет также вспененный материал тут два яруса и ремень все больше ничего нет также теперь открываем здесь нас встречает также четыре контейнера у меня какие-то ножки для удилок стражки так здесь нас представляет вот такой вот секционный отдел с вот такими пазами сделано это как на мой взгляд для хранения удилок то есть вот по сути вот эта зимняя удилка только ее нужно разложить и все то есть можно вот так вот их сложить если есть покороче какая-то это влияет ну вот то есть выглядит это примерно так чтобы мне палец не причемило так то есть даже если есть какие-либо длинные удильники то есть вот кладем но это слишком длинный так одну минуту пожалуйста вот дилка с катушкой и сюда допустим вот тубус вот то есть для зимнего спиннинга все только катушку снять надо но как правило это используется более для мелких вещей как хранение мормышек еще чего-либо либо допустим вот наконец наверное можно будет вот удилку кинул и все здесь все двухточечное крепление и здесь нас также ожидает ведро просто ведро что по разница то есть разница только в этом ярусе и по сути если по сути он не нужен то есть его можно снять вот здесь и поставить сразу крышку на ведро кому как удобнее но суть того что сюда можно наложить всякую меланч тем более что у нас сюда умещается и термос и еда какая-либо поэтому ящики у нас в добавке незаменимая вещь что касается стоимости таких то есть как правило двухъярусные они дороже одноярусных идут на 150 на 200 рублей то есть образно будет этот стоить 800 этот будет 1000-1050 все там зависимости от марки гелию стандарт какой-нибудь там 1150 950 также попадите на скидки все будет замечательно у вас поэтому мы считаем что сказал про них все пользуйтесь обязательно потому что ящики это удобно это правда очень удобно плюс рюкзак мягкий там может что-либо заломаться особенно если так сейчас покажу особенно если допустим у вас еще есть вот удилки такого телескопического плана это вот lucky john travel travel 40 light то есть я бы не рискнул ее носить в рюкзаке и плюс к тому же хранение когда зимний сезон кончается все внутри ящиков замечательно лежит и никому не мешает благодарю за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь своим мнением обязательно в комментарии и оставляйте обратную связь сейчас будет целый цикл обзора снастей по зимней рыбалке давно я ждал чтобы этого снять и уже по погоде мы к этому подходим с вами был брим тим пока